Сразу два крупных ЧП за прошедшие выходные. В Путеже поздним вечером пятницы произошел пожар в доме престарелых. Горело помещение на третьем этаже одного из корпусов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 100 человек. Двоих постояльцев спасти не удалось. В понедельник на утренней планерке губернатор потребовал тщательно разобраться в причинах случившегося. После ряда происшествий в других регионах соответствующие воды были сделаны. На сегодняшний день соцзащиты оборудована системой оповещения ЧС, отрабатываются действия персонала. Но халатность и нарушение пожарной безопасности, как мы видим, прямой путь трагедии. Подчеркиваю, необходима четкая и слабая работа всех ответственных ведомств в этом вопросе. Пожар произошел в комнате отдыха. Оба погибших проживали рядом с местом возгорания. Среди версий случившегося – неисправность электропроводки или же неосторожное обращение с огнем. В этом будут разбираться специалисты. Значит, четверо находятся в больнице. Ими занимаются врачи. Там есть обострение хронических болезней. Поэтому состояние двух пациентов оценивается врачами как тяжелое. Значит, медики работают. Нам потребуется на устранение причин порядка четырех недель. Там требуется замена дверных дверей, самих дверей и оконного блока. По итогам заседания было решено провести дополнительные учебные тренировки во всех интернатах для пожилых людей и инвалидов. Другое ЧП случилось в Заволжске. Там, в здании начальной школы, произошло обрушение несущей балки. Никто не пострадал по чистой случайности. Это была суббота, выходной день. Губернатор поручил провести административное расследование в отношении лиц, которые отвечали за приемку школы. Также в регионе займутся инвентаризацией технического состояния всех зданий образовательных учреждений со сроком эксплуатации более 50 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.